Стрельба из лука В одну и ту же, например, в одну и ту же цель очень тяжело. И то есть тут нужно, ты как бы борешься с собой, то есть это постоянная победа над собой. Участники соревнуются в 3D-стрельбе в качестве мишени фигурки животных. Стрельба по ним не требует особой физической подготовки. Антон Быков приехал на соревнования из соседней области. Уверен, успех зависит от техники и постоянных тренировок. Стрелять можно с одним глазом и с не очень хорошим зрением. Но секрет успеха в соблюдении техники, правильной техники стрельбы и в тренировках, в постоянстве. Соревнования проходят в разных классах. В зависимости от типа выбранного лука у Антона он блочный, имеет функцию настройки дистанции. Нужно выставить дистанцию выстрела. Здесь у меня размечено от руки. Растягиваем лук. Берем прикладку. И, соответственно, выстрел. Несмотря на то, что стрельба из лука – профессиональный вид спорта, некоторые участники сравнивают его с медитацией. Они говорят, что в момент выстрела достигают максимальной концентрации. Он достаточно такой специфический вид спорта, он не всем заходит, но мне вот очень нравится. Он достаточно медитинный, то есть такая медитация, и по сути дела все зависит только от тебя. Вот как ты выступила, тут вообще ничто не играет роли, ни твоя физическая подготовка, ни инвентарь. То есть у нас там ты можешь с элементарным, с китайским луком хорошо выступать. То есть тут чисто только ты, и ты, только все зависит от тебя. На эти соревнования приехало около 60 участников. Многие из них – жители соседних областей. Турнир представляет большой интерес не только для наших спортсменов, но и для спортсменов из соседних регионов. Есть большая делегация из Нижнего Новгорода, порядка 12 человек, наверное. Есть большая делегация из Москвы, порядка 5 человек. Есть ребята из Подмосковья. По итогам соревнований победителей определяют отдельно среди мужчин и среди женщин. Многие выполнили разряды кандидатов в мастера спорта. А Дина Лебедева даже сдала на мастера спорта международного класса. Лучшие теперь будут представлять нашу область на всероссийских соревнованиях, которые пройдут этим летом в городе Муроми. Александр Инин, Мария Гончарова и Дмитрий Шаталов.